10 миллионов лет назад, после исчезновения лесов тропической Африки, некоторые крупные приматы поднялись четверенек на две ноги. Как все прочие особи, они на свой лад защищались от опасности саванны. С увеличением объема мозга развивалось их сознание. Они сплачивались, адаптировались, поразили земли и воды, они завоевывали мир. Мы их дети. Бретонцы, китайцы, индусы и африканцы, белые, черные, желтые. Все мы произошли от одних предков. 10 миллионов лет назад, 500 тысяч поколений наши прародители неустанно передавали свои знания детям с тем, чтобы они дошли до нас. Ныне часть этих знаний, именуемые наукой, позволяет нам дойти до них, обшарить землю в поисках их следов, воссоздать наше прошлое. И рассказать о невероятной Одиссеи нашей большой семьи. Место рождения нашей семьи – тропическая Африка. Время – всего десяток миллионов лет назад. И после этого рождения разворачивается доисторическая сага, в ходе которой всего 3 миллиона лет назад на свете появляется человек. Человек, изготавливающий орудия труда, быстро расселяется сначала по всей Африке, потом по Европе, затем по Азии. Он переживает немало приключений, но самое впечатляющее ждет его в Европе, скованной ледниками. Более двух миллионов лет назад в Восточной и Южной Африке Гомо Хабелис первым заслужил высокое звание человека. Изобретатель, исследователь новых земель, мыслитель. Благодаря орудиям, сотворенным его рукой, он чувствует себя увереннее во враждебной среде. Как и его предки, он живет и передвигается кланами. С приобретением новых знаний, связи внутри клана упрочились. Появились зачатки членораздельного языка. Пока что самые примитивные. Но это большое достижение перед лицом внешней опасности. Старейшина решил, что нечего бояться крупных зверей. Сила рук и копья придавала ему храбрость. Клан переночует здесь, в рощице, посреди саванны. Но как обороняться, если спишь на земле, а не на дереве? Мало ли кто к тебе подкрадется, когда глаза у тебя закрыты. Возникла новая мысль. Старый Хабелис велит собирать все, что есть на земле. Камни, ветки, листву. Нововведение требует участия всего клана. В подобных обстоятельствах язык более чем необходим. Некоторые ищут камни потяжелее. Осторожно, этот острый. Очень острый. Другим вожак приказывает подтаскивать ветки. Так возникают зачатки разделения труда. Разделение труда, пищи, орудий совершенствует внутреннюю организацию клана. Так постепенно возникает общество с его конфликтами и соперничеством. Быть может, их вдохновили птичьи гнезда. Быть может, они решили обрести на земле порядок древесной жизни. Хабелис первым построил жилище, следы которого сохранились. Жилье из выложенных кругом камней. Еще одно многообещающее изобретение. Люди раскладывают на земле маленькие деревца. Не всякий камень удается заточить. Некоторые ломаются, от них никакой пользы. Но есть очень хорошие, полезные камни. Надо уметь их распознавать по цвету, по запаху. Надо сохранить это знание и передать его другим. Старый Хабелис и не подозревает, что находится у истоков вечного явления. Передача знаний, что ныне именуется культурой. Человек переживает не только биологическую, но и культурную эволюцию. Позже это назовут прогрессом. Некогда предок человека, может быть, один из первых людей, решил взять в руки два камня и ударить одним от другой, чтобы изменить форму первого. В этот день родилась культура. И с тех пор она не переставала развиваться и совершенствоваться. Мерилом этого совершенства стал вес расколотых камней и длина их заостренной части. На килограмм камней, расколотых 2 миллиона лет назад, приходилась длина лезвия в 10 сантиметров. У камней, разрезанных 500 тысяч лет назад, длина лезвия составляла 40 сантиметров. 50 тысяч лет. Лезвие достигало 200 сантиметров, а 20 тысяч уже 2 тысяч сантиметров. На мой взгляд, это свидетельствует о потрясающем, беспрецедентном развитии культуры человечества в целом. Над стоянкой Хаббелис 2 миллиона лет назад спускается ночь. Сколько их было тогда? 100 тысяч? Максимум 200. А протянет это босовь не одну тысячу лет. Хаббелис переживет других антропоидов, станет свидетелем постепенного вымирания австралопитеков, не таких всеядных и хитрых, как они. Хаббелис оставит будущим поколениям свои орудия и свою тягу к завоеваниям, на которые его толкала как необходимость, так и любознательность жить полной жизнью или никак не жить. Этот дух сохранился у современного человека. Мы перенеслись в прошлое на 2 миллиона лет и наблюдаем долгий, удивительный ход нашей истории. Человек покинул колыбель человечества, родную землю антропоидов, Африку. Человек постоянно в пути. Он начал свою экспансию по всей планете. Осталась позади тропическая Африка, и свет нового дня забрежет уже для нового человека. Тело его уже привычно к долгим и трудным походам. Орудия стали более совершенными. Гомо-эргастер двинулся в путь. Это название дано завоевателю, чтобы отличить его от прочих. Он идет открывать новые, неосвоенные земли. Поколение за поколением, среди ледников, понижающих уровень моря или потеплений, повышающих его, люди заселяют землю. Пока не всю планету, а только те уголки, куда могут добраться. Они преодолевают расстояния, которые не способны измерить, завоевывают территории, о которых не имеют представления. Что же заставляет их устремляться в неведомое? Может быть, они следуют за стадами животных? Откуда это неистребимое желание идти все дальше, не зная границ? Неужто это наследие Гомо-Хабелес? Эргастер – великолепный ходок. Он стал выше, ноги удлинились. Переходы уже не требуют огромных затрат энергии. Он может отшагать много километров без передышки. Мозг его все растет. Теперь он уже не только способен делать удивительные открытия, он познает новые общественные отношения, новые чувства. Выпадающие на его долю испытаний меняют его восприятие мира, себя и других людей. У этого человека уже есть общественное сознание. Выживание клана, защита всех его членов – личное дело каждого. Человек знает, что без других ему не обойтись, поэтому он всегда готов протянуть руку помощи ближнему. Это новый нравственный стереотип, укрепляющий связи внутри клана. КОНЕЦ КОНЕЦ Потеря ближнего становится бедой. Человек привык к опасностям пути, но такие удары судьбы. Спокойно сносить он не может. КЛАН КЛАН ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ЧТОБЫ ВОСТАНОВИТЬ СИЛЫ. КЛАН ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ЧТОБЫ ВОСТАНОВИТЬ СИЛЫ. КЛАН Эргастер страдает. Воспоминания о погибшей не стирается в памяти. Он видит ее лицо, вспоминает минуты, когда она была рядом. он никак не может понять подруги уже нет но ее образ остался в голове почему так и отчего по лицу струится влага она больше не вернется аргастер понемногу осознает течение времени быть может он впервые задумался о том что такое смерть остальные члены клана разделяют его скорбь страдают вместе с ним осмысляя бренность сущего эти особи уже интереснее поскольку они мыслят они более подвижны они охотятся размножаются и развивают свою демографию они лучше приспособлены к жизни поскольку их орудия стали совершеннее возможно это произошло под давлением обстоятельств но первобытные люди два с половиной миллиона лет назад покинули свою тропическую колыбель и устремились на север на север африки на ближний восток в европу и азию продвижение кажется очень быстрым если каждое поколение пройдет скажем 100 километров достаточно 5000 лет чтобы прийти из кении в китай это лишь миг по сравнению с миллионами лет эволюции я не садов человек приспосабливается и к новым климатическим условиям и к новой среде расселившись в азии повсюду кроме горы слишком холодных областей он стал человеком которого принято называть гомо ректус человек прямоходящий новый покоритель природы прошли те времена когда он питался в основном падалью ректус настоящий охотник он убивает чтобы прокормиться руки у него стали ловкими и он научился добывать себе единственную пищу доступную в любое время года свежее мясо основное оружие этого хищника сплоченность и он вступает в единоборство с волками и львами объединяя усилия клана и тщательно готовы нападение благодаря охоте ректус стал есть больше мяса чем его предшественники параллельно этому развивается мозг объем его достигает тысячи кубических сантиметров это в два с лишним раза больше чем у приматов лошадь и той родина знаменитого пекинского человека останки гомо ректус жившего 500 тысяч лет назад были обнаружены в пещере жуку дзян но недавние открытия доказали что в этой части азии рот человеческий появился гораздо раньше вот эти два зуба были найдены юаньму в провинции юнь нянь на юго-востоке китая им примерно миллион восемьсот тысяч лет а самый древний череп вот этот его откопали в окрестностях сиане в центральной части китая в провинции ландзянь установлено что этому черепу примерно миллион сто пятьдесят тысяч лет существуют и более древние китайские находки ученые часто ошибаются в датировке некоторые считают что резцы относятся более поздней эпохи и не верит что китайцами установлен этот срок а почему собственно ведь в китае тоже был очень благоприятный климат в клане гомо ректус уже существует специализация так некоторые занимаются разделом пищи пока охотник отдыхает отношения членов клана становятся более определенными зреет идея семьи разделение порождает новые обязанности зачастую при дилеже лучшие куски откладывают специально для добытчика взрослые получают еду первыми дети обязаны ждать но иногда могут попросить нарушение правил тоже наука клан живет в иной среде чем его предки саванна уступила место джунглям что чревато новыми опасностями чтобы освоиться в новой обстановке необходимы бдительность и сплоченность вот уже пятая змея убита после восхода солнца в семье эректус принято защищать предупреждать подчиняться старшим и любить тех кто делает тебе добро силами эректус живет в древнем китае так же как в южной азии в европе и в африке на протяжении миллиона с лишним лет самые знаменитые из найденных останков останки пекинского человека еще его называют синантроп то есть человек из китая эти останки были найдены в жукудзяне жукудзян маленькая деревушка в 40 километрах к юго-западу от пекина там есть небольшой холм под названием лонгусянь в двадцатых годах в пещере лонгусянь были найдены останки пекинского человека синантропус пекиненсис первая кость фрагмент черепа была обнаружена в 1929 году а в 66 нашли недостающие фрагменты и составили из них целый череп помимо черепной коробки пекинского человека антропологи обнаружили другие части тела и более сотни зубов было также найдено несколько десятков тысяч каменных орудий использовавшихся в быту поскольку пекинский человек создавал эти орудия его причисляют к роду человеческому имеются у нас и кости различных животных они показывают что климат в ту эпоху был похож на нынешний по этим артефактом можно судить что пекинский человек пытался мясом к примеру мясом косули резьба по камню стала более совершенной гомоэректус создал целый набор инструментов скрипки молоты для отрабления кости ножи для извлечения костного мозга и универсальная обоюдо острые ножи труд занимает важное место в жизни людей прошли те времена когда человек жил сегодняшним днем и думал только о насущных нуждах добро пожаловать в новый мир завтра искры пригодятся в быту а сегодня к ним стоит присмотреться орудия совершенствуется техника усложняется изготовление требует больше времени лишние руки никогда не помешают а если они умелы и тем более уже практикуется натуральный обмен между старыми и молодыми между мужчинами и женщинами при выборе сырья его добычи обработки формовки незаменим опыт древних чтобы гордо именоваться гомоэректус необходимо всю жизнь приобретать знания важную роль в жизни молодежи играет обучение возникают первые школы под открытым небом обучение предполагает наличие членораздельного языка который постепенно развивается надо помнить что приматы большие малые всегда были общественными животными поэтому общение было у них развито лучше чем у большинства млекопитающих где-то три миллиона лет назад изменился климат наступила засуха и верхний дыхательный аппарат наших предков пережил определенную трансформацию которая облегчила дыхание трансформация прежде всего эта трансформация затронула под язычную кость гортани основание черепа всю верхнюю челюсть нижнюю челюсть язык и разумеется соответствующую часть головного мозга улучшенное дыхание совершенно неожиданно облегчило и коммуникативные навыки дало людям возможность говорить и спустя миллионы лет слова вдруг приобрело огромное удивительно благотворное значение усиливающиеся с каждым днем у мужчин и женщин развивалось понятие нравственности появились ранее неизвестные нормы поведения вернее исчезла простота нравов правила ухаживания стали более утонченными чтобы добиться своей цели мужчина вынужден преодолеть ряд препятствий подарки могут вызвать благосклонность женщины но одних подарков недостаточно усилий ухажера не всегда увенчиваются успехом как же выбрать благоприятный момент для этого необходимо возобновить ухаживание и вызвать интерес к себе интерес волосяной покров уже исчез изгибы тела притягивают взгляд вызывают прилив нежности на добиться согласия не так то просто голос мужчины дрожит от еле сдерживаемой страсти природа что поделаешь но от веку мужчина и женщина обречены искать и находить друг друга обеспечивая продолжение рода в азии на ближнем востоке в европе и в африке везде где расселились люди повторяется одна и та же эволюционно-культурная модель разве что темпы не везде одинаковы люди изобретают передают знания и мало-помалу строят новое общество в основе которого лежит накопление и передача опыта люди начинают различаться в зависимости от природных условий цвет кожи волосы на форме для форма глаз повсюду разные но это лишь поверхностные отличия начинается новый этап развития человечества культурная революция лозунг который гласит гомо эректус завоюет и изменит мир все вышло случайно как-то утром на охоте одноглазый идет первым этот одноглазый большой проныра всегда готов сунуть нос куда не следует из-за того и глаза лишился какая муха его укусила решил подойти к зверю хотя всем известно что этого делать не стоит а он как маленький захотел вблизи проверить нельзя ли чем тут поживиться когда подоспели остальные одноглазый совсем потерял голову он не слушает мудрых советов к этому зверю лучше не подходить он беспощаден и неуловим а дальше случилось и вовсе непонятно одноглазый подранил зверя и тот погнался за ним вернее не сам зверь его малая часть его пытаются предостеречь а он сам поначалу этого и не заметил и зверь стал легкой добычей слишком легкой и что-то здесь не так никого не предупредив умный отправляется поглядеть на неуязвимого зверя это странно потому что как правило умный очень осторожен он первым понял все зверь не так уж и опасен его можно без боязни нести на острие копья но если коснешься его он кусается его запах мгновенно впитывается в ладони так его поначалу называют люди преодолели страх и зверь пляшет перед ними а они вместе с ним пускаются в пляс последствия такого открытия трудно переоценить человек стал всемогущим покорив зверя который позднее получит имя огонь но огонь не сразу удалось приручить вначале он был похищен следы этого события обнаружены в южной африке африка гомо эргастер оставил заметный след в восточной и южной африке примерно полтора миллиона лет назад в сварт крансе его попытки играть с огнем представленном виде обгоревших костей в одной из тамошних пещер найдены три почерневших обломка кости судя по всему температура была очень высокая не менее 600 градусов по цельсию само сгорание леса происходит при более низкой температуре 200 градусов доктор боб брейн убедительно доказал что эти кости свидетельствуют о контролируемом использовании огня огонь древние люди могли использовать для отпугивания хищников леопардов или саблезубых тигров не исключено что на нем готовили пищу или обогревались ночью люди быстро поняли что огонь пожирает все что ему дашь и от подпитки только разрастается если дунуть на него если его коснется ветер огню уже нет удержу но мы его больше не боимся гораздо позже опять-таки случайно люди обнаружили что на огне можно готовить принесли ему в жертву какого-то зверя и распространившийся запах возбудил аппетит не просто было отнять у него кусочек мяса но награда оправдала труды с тех пор добычу стали обжаривать на огне для вкуса и для желудка от жареного мяса меньше болел живот эту пещеру отличает обилие золы повсюду видны кучи золы стало быть пекинский человек научился пользоваться огнем в кучах пепла обнаружены камни от огня они потемнели и растрескались кроме камней здесь имеются обгоревшие кости все это подтверждает факт использования огня так вот кучи золы встречаются повсюду но нигде нет специально отведенного места для чага пекинский человек не умел разжигать огонь он приносил его из горящего леса и при грозе часто возникали лесные пожары после пожара в лесу оставались обгоревшие тела животных пекинский человек попробовал жареное мясо и вкус ему понравился а затем он догадался принести горящую ветку в пещеру и развести огонь там вполне возможно что вначале пекинский человек использовал огонь взятый из естественной среды и лишь много позже научился сам добывать огонь в пещере огонь поддерживали постоянно ибо это позволяло обогреваться и готовить пищу история обуздания огня повторилась практически одновременно 500 тысяч лет назад на двух оконечностях евроазии в китае и в британии а затем огонь был подхвачен всюду где жили люди в другом уголке евразии у подножия французских линей в жизнь первых европейцев воссоздают раскопки проводимые анри де люмле в пещере татавель с начала 60-х годов я веду систематические изыскания на юго-востоке франции руси ли они лангедоке и прованси целью выяснить особенности жизни первых средиземноморских европейцев в апреле 64 я начал раскопки в пещере носящие название кунде алараго де татавель в течение 38 лет нам удалось найти более ста окаменелых останков человека обитавшего в европе пятьсот шестьсот тысяч лет назад а рядом с останками мы находили множество предметов обихода и костей животных оставшихся от их кулинарных опыт арагонская пещера стала для нас открытой книгой по которой легко проследить климатические изменения в течение 700 тысяч лет эволюцию природы метаморфозы флоры и фауны воссоздать условия жизни доисторического человека его связи с окружающей средой самое значительное открытие было сделано 22 июля 1971 года в 15 часов пополудни когда мы нашли сначала два зуба потом небо потом челюсть и наконец череп человека из татавеля вот этого древнего европейца но обратимся к останкам 100 артефактов найденных в арагонской пещере позволяют представить конституцию древнего человека благодаря обедренной и малой берцовой кости можно заключить что рост его составлял от метра шестидесяти до метра шестидесяти пяти то есть он был не слишком высок но зато плотно скроен судя по ключицам и тазовым костям которые свидетельствуют о том что он был широк в бедрах и плечах но больше всего нам удалось узнать о первых обитателях европы построению черепа голова у него была небольшая с выпуклым лбом широкими скулами и выдающиеся вперед нижние челюсти по вместимости череп значительно уступает современному черепной объем человека из тотавеля менее тысячи ста кубических сантиметров это европейский гомо оректус предшественник неандертальца кроме того мы многое узнали о его образе жизни стоянка в пещере была в течение длительного времени находкам из сектора куб пятьсот пятьдесят тысяч лет а из сектора ге 450 тысяч лет древние охотники жили в пещере со своими семьями женщинами детьми что доказывает найденные молочные зубы выпадающие у детей естественным путем с тех пор огонь стал спутником нашей жизни и существенно и и улучшил он закалял острия наших копий защищал нас от хищников в долгие ночи давал свет обогревал и подбадривал обеспечивал пропитание разумеется его завоевание не обошлось без жертв сколько тысяч неудачных попыток разжечь и удержать огонь предприняли наши предки второй человек потомок первого прозывался гомо эректус он стал непосредственным последователем гомо эргаста около полутора миллионов лет назад он захватил три континента древнего мира европу азию и африка его культурная эволюция была блистательной ведь именно он изобрел много полезных орудий и приручил огонь именно он придумал мягкий молот теперь вместо того чтобы лупить булыжником а булыжник использовали более удобные в работе материалы дерево или рога и нельзя забывать что именно эти люди породили три ипостаси человека неандертальцы в европе пятикантропа наяве и гомо сапиенс или современного человека в африке и азии тем временем в европе воцарился холод новый ледниковый период европейский континент оказался в изоляции между двумя похолоданиями остановился подъем уровня моря поэтому человеку пришлось приспосабливаться к трудным условиям северной зимы так появился неандерталец он сумел адаптироваться к суровому климату степей тундры которые охватили большую часть европы к югу от ледяного щита человек стал одной из главных сил природы мощный костяк приземистое тело широкий череп стали ему естественной защитой вдобавок он стал укутывать свое тело шкурами первыми предметами одежды неандерталец самый крепкий и выносливый из древних людей племена их населяли европу в течение многих тысячелетий зима длилась восемь месяцев и только благодаря охоте человек мог питаться и одеваться все силы неандертальца уходили на выслеживание крупных животных следопыт оружейник скорняк мастер по изготовлению капканов вся его деятельность подчинена одной цели погоне за добычей он стал одним из сильных мира сего и самым опасным благодаря своим изобретениям он знает из каких камней можно высечь искры перед марказит знает что сушеный гриб труд воспламеняется в мгновение ока он уже на тыс огнем и потому никакие хищники ему не страшны самых свирепых он захватывает прямо в логове сегодня на добычу вышли четверо все полны решимости затравить зверя вожак приказывает сыну остаться у входа в пещеру на страже со зверем они справятся и втроем неандерталец стал главным хищником именно благодаря тому что мозг его по размеру такой как наш несколько лет назад нам стало известно что у ворот европы в грузии миллион восемьсот десять тысяч лет назад жил антропоид посредник между гомо хабилис и древним гомо эректус именовался он гомо эргастер эволюция первых обитателей европы в течение миллиона ста тысяч лет характеризуется развитием мозга человек из татавеля четыреста пятьдесят тысяч лет назад имел объем мозга в тысячу сто кубических сантиметров а затем появились неандертальцы с объемом мозга в тысячу четыреста кубических сантиметров это уже сопоставимо с современным человеком отчего люди совершили плавный переход от архаичных форм к неандертальцу причины до конца не выяснены исследуя находки мы часто можем ответить на вопрос как и далеко не всегда на вопрос не заблокировал почему войдя в пещеру и охотники сразу учуяли запах дикого зверя но должно быть он спит в глубине пещеры лучше захватить его спящим и крики потом тишина нападение провалилась в пещере на них набросился медведь и заломал вожака тогда-то юный сын вожака и заключил что медведь учуял дыхание его отца и с тех пор ни один уважающий себя вожак не поведет людей в логово к спящему зверю но в то же время что-то ему подсказывает медведь не причем соплеменник по кличке горды с давних пор завидовал власти отца и украина и украина и 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 Отражаются светила. Великая река. Древние часто говорили о ней, но никто из нашего клана ее не видел. В этой пещере хорошо укрываться от жары. Так решил гордый. Останки неандертальцев обнаружены на многих европейских стоянках, а также на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, куда они переселились несколько позже. Профессор Йолерак из Тель-Авива изучает их анатомию. Наш неандерталец значительно отличается от прочих. В анатомическом смысле это совершенно особый индивид. Главным образом его характеризует лицо. Строение лицевых мышц совсем не похоже на наше. Его как будто взяли за подбородок и вытянули вперед. Вот так выглядит наш неандерталец. Анатомические отличия обусловлены иным образом жизни. Правда, причина этих функциональных расхождений до сих пор вызывает споры. Одиссея рода человеческого далеко не окончена, поскольку неандерталец все чаще встречает на своем пути нового человека. Этого пришельца именуют кроманьонцем. Так в Европе называли гомо-сапиенс. Две особи на протяжении тысячелетий соперничали друг с другом и одновременно подвергались взаимному влиянию. В конце концов, неандертальцу придется уступить. А наши предки в одиночестве продолжат осваивать планету и мечтать о несбыточном. Оператор Марсиаль Барро На русский язык фильм озвучен телекомпанией ТВЦ. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.